А сегодняшний день я тоже не двигаю. Все, пять минут. Пять минут, наше карто. Наша задача именно здесь, поскольку мы с ним очень близко к переднему краю, и быстрый подвоз раненых, мы принимаем, стабилизируем, если надо, делаем какие-то операции здесь, на базе этой больницы, и как только пациент стабилен, возим эвакуацию. Этот пункт полевой хирургии находится в городе Попасное, в пяти километрах от боевых действий. Бригада из детского онколога, гинеколога и анестезиолога вот уже полгода как переквалифицировались в военно-полевых хирургах. Честно сказать, я думал, я буду переживать, волноваться. Просто с самого начала взял себя в руки и начал работать. Одним из первых пациентов стал командир отделения бригады, которое прикрепили мобилизованных врачей. Узнав, что его оперировал гинеколог и детский онколог, улыбается. Так как они обслужили, я наоборот рад, что нормально, без всяких, все прошло. Да и все. А то, что гинеколог он или онколог, или кем он там не есть, то, знаете, как говорят, свое дело значит человек, да и все. Но лечить врачам приходится не только военных. Узнав, что в поликлинике появились квалифицированные врачи, на консультации стали приходить местные жители, особенно женщины. Сейчас большой центр Первомайск за 7 километров. Это ЛНР. Они туда не едут. С 1 октября по настоящее время гинекологических операций мы сделали 113 штук. Женщины очень бедные, зачастую не хватает денег даже на лекарства. Чем можем, помогаем. А однажды в больницу доставили овчарку по кличке Малыш. Пес вместе с солдатами нес службу и попал под обстрел. Чтобы вылечить его разорванную лапу, врачам пришлось обратиться за советом в Гугл. Пришлось поднять литературу, залезть в Гугл, посмотреть Ютуб, некоторые конференции, вебинары касательно эпидуральной анестезии у животных. Проконсультировались с ветеринарами на родине. И по их советам была разработана тактика. Собаки вставили металлический штифт. Правда, смеются врачи, теперь придется бегать за собакой, чтобы его вынуть, когда срастется кость. Сейчас пес вернулся на службу, в разведку. А врачи продолжают и дальше лечить как людей, так и животных. Опыт-то теперь у них есть. Ольга Каличенко, Илья Никонов. Настоящее время Луганская область.